Бусидо Ну что же, еще один бой. Набухико Токадо против Коджи Китао. Коджи Китао чемпион по сумо. Вы посмотрите, вот этот вот слон справа. Это Коджи Китао. Кстати, Коджи Китао. Такое дерево, согласитесь, ему 30 лет. 370 фунтов его вес. 6,5 футов рост. Он, кстати говоря, одержал верх на отказу у Ямазаки в своем дебютном бою с Кили Бусидо. Ну да, противостоять Коджи Китао достаточно тяжело. А так вот, профессор, в мире хэви-тюм чемпион, 230 фунтов. Набухико Токадо, абсолютный чемпион мира по борьбе. 31 год, 230 фунтов, значительно легче он своего оппонента. И 6 футов 1 дюйм его рост. Вот поединок за звание чемпиона мира, за звание абсолютного чемпиона. Токадо против Гарри Олбрайта. 13 боев, 12 побед. Поражение именно от Олбрайта. В зале Будокан собралось аж 15 тысяч зрителей. Так что схватка, несомненно, будет жаркой. И сейчас судья объясняет, что делать нельзя. Нельзя бить кулаком. Можно, если носить удары, то открутой ладонью. Поприветствовали друг другу атлеты. Бой, кстати говоря, нас ожидает нетипичный для Бусидо. 5 раундов по 3 минуты. Но об этом попросил Китао. И Набухико Токадо пошел ему навстречу. Немножечко Китао не похож на борца Сумо. Согласитесь, все-таки нет такого здорового пуза. Я имею в виду борца Сумо в привычном для российского зрителя, что ли. Потому что мы привыкли видеть таких здоровых бегемотов. Этот выглядит очень даже прилично. И стойка у него скорее напоминает стойки из различных боевиков, которые приходят на наш видеорынок из Гонконга и других стран Юго-Восточной Азии. Начало, естественно, разведка. Совершенно очевидно, что Токадо гораздо быстрее. Но Китао и выше, и сильнее, и мощнее, я имею в виду тяжелее. Так что здесь очень сложно предсказать имя победителя. Лоу-киками сейчас пытается атаковать Токадо. Да, Токадо более опытный, более искушенный боец Бущидо. Неплохой, кстати говоря, сейчас удар с разворотом прошел в голову Китао. Но пока эти удары все для Китао не представляют какой-то серьезной проблемы. Вот сейчас, по-моему, удар в опорную ногу был достаточно неприятный для Коджи Китао. Ну что, неужели, неужели Токадо сейчас пытался сблизиться с Китао? На мой взгляд, делать этого ему не надо в первом же раунде. Токадо тоже очень хорошо знаком с разного рода восточными единоборствами. Пока разведка, естественно, пока спортсмены ищут слабые стороны соперников для того, чтобы в дальнейшем... Ох, хорошо, как ударило сейчас, да, Токадо? Вы видели левый в голову. Но, как говорится, вода камень точит. Вот, если постоянно бить в одно и то же место, то даже такая гора, как Коджи Китао, не выдержит перерыв. Первый раунд завершен. Еще раз напомню, пять раундов по три минуты. Сейчас, может быть, покажут. Да, совершенно верно, хороший удар очень прошел. Такой очень эффектный и, главное, эффективный. Кто в секундантах у Токады? Там и Юко Миято, и Масахи Тококихара. А вот очень мало секундантов у Коджи Китао. Начинается второй раунд. Ну что, продолжение разведки или более активные действия? Все-таки Токадо более опытный. Сложно сказать, что заставило Коджи Китао выступать в Бущидо, чего ему не хватало в сумо. Но, тем не менее. Мы видим самоиста на ринге. И он неплохо, вот он атакует, а! Ну что, сможет ли разорвать? Сможет ли разорвать этот захват на бухту Токада? Гораздо тяжелее, гораздо мощнее Коджи Китао. Как он крутит, смотрите, токадо, а! Кстати, должен сказать, что сейчас бой проходит по особым правилам, согласно которым очки за прерывание боя прикосновением к канату не снимаются. Но, тем не менее, бой останавливается. Вот сейчас бой был остановлен, но, тем не менее, баллы не были списаны. Абсолютно спокоен Коджи Китао. Очевидно, скоро окончание второго раунда. Еще один удар прошел в голову. Посмотрите, левый у токады. Правый лоу-кик неплохой в поверхность бедра. Да, вошли они в клинч. И что будут делать? Вот вы видите, токадо может захватить за костюм Китао. А вот Китао не может этого сделать, поскольку нет на токаде даже трико. Поэтому испытывает некое затруднение. Ничего не может пока сделать Коджи Китао с новой кутокадой. Или будет сейчас поднимать. Попытается, наверное, поднять. Да, вы знаете, токадо, он имеет преимущество в том, что касается техники болевых приемов. Ну, опыт, конечно, вещь незаменимая. Он знает о болевых гораздо больше, нежели Коджи Китао. Завершился второй раунд. Как муравьи секунданты сейчас около токады. А около Коджи Китао, ну, никого нет. Вот этот вот повтор шикарный, конечно, был. Бросок шикарный. Это, несомненный, плюс для Коджи Китао. Неплохая команда, кстати, консультантов, секундантов у Токады. Все массируют ноги, машут полотенцем. Ну, в разных, скажем так, условиях находятся наши атлеты. Согласитесь, я считаю, с точки зрения этики, нужно было такое же количество секундантов выдать и Коджи Китао. И вот сейчас третий раунд, который, как правило, является очень важным в любом виде единоборств. Он может, кстати, быть решающим, ну, если не в плане чистой победы кого-либо из атлетов, то, по крайней мере, в решающем в плане определения победителя по итогам всех пяти раундов. Токады пошел в атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот это, по-моему, нокаут, чистая победа, поскольку прошел такой удар в физиономию. Ну, посмотрите, Коджи Китао, какой там сталь, о чем вы говорите, друзья мои. Вот посмотрите, вот он удар. И привет. Все, пишите песню. Это Набухко Токадо. В действии его, естественно, все поздравляют. Он в очередной раз победил. Победил в очередном бою после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Естественно, для уверенности это очень многое значит. Здесь, естественно, врачи подошли к Коджи Китао. Начинают с ним разговаривать. Но что делать? Что делать? Пропустил, сам виноват. Вот он, Набухко Токадо.